Потом делают не так. А потом через некоторое время до этого знания доходят. Эсторическое, если посмотреть определение, это знание, которое поэтапно усваивается, в отличие от экзотерического знания. Но, в общем, тем не менее, в очередной раз попытаются. Пара слов о себе. Со временем в Ковчейке занимался сайтом Ковчейка и довел его в какое-то состояние самопулярного цвета поселения. Прямо участие в организации встреч и представителей действующих населений, в том числе плотно в 2009-2010 годы, когда самые большие встречи были. Для их организации я делал переписку примерно со 100-100 действующих поселений. То есть, я не знаю, там есть ли вообще кто-то, кто в таких масштабах активно переписывался. Ну и там принимал участие в работе в ассамблее John Europe, John Russia и так далее. Когда люди представляют себе жизнь на Земле, они представляют себе что-то вот примерно вот такое красивое, когда, ну там, все растет, колотится, они счастливы, просто счастливы от того, что они здесь живут. Да, они отключились от матрицы. То есть им стало хорошо, их детям хорошо. Не всегда на лошадях, но почему-то очень часто. То есть, когда люди там планируют поселение, они говорят, ну вот здесь у нас будет кузня, все, все, все продумано. Значит, так, чтобы понимать, так, в случае с кем я разговариваю, давайте так, поднимите руки, пожалуйста, кто живет в городе сейчас без вас. Так, хорошо, кто подавляющее большинство? Ну, все нормально, целевая идея. Кто живет в поселении сейчас? Кто живет в поселении больше семи лет? Понятно. Все. Ну, то есть, те, кто больше семи лет, они... Я думаю, что многие еще были. Но это меньшинство, поэтому знания продолжают оставаться. Итак, вот так красиво люди свою жизнь себе представляют. Ну, конечно, конечно, обязательно. Праздники. Праздники замечательные, там все дружно, вместе празднуют, всем все хорошо. Значит, ну и, собственно, у нас регулярно проводятся семинары. И, собственно, вопрос задается семинаристам. В чем основная проблема людей, живущих на земле? Люди живут на земле. В чем основная проблема? Как вы думаете? Безделье. Как? Безделье. Что еще? Безделье. Безделье? Ну, на работе. А не ноги. Да. У меня не разделились здесь. У нас там слишком много работы. Кто-то сказал? Безделье? Бесконечно много работы. Взаимоотношения? Еще? Выживание. Выживание, да. Безденежное. Безденежное. Да. Вот. На самом деле, здесь понятно, что вы подготовлены просто самим называнием доклада. Но что чаще всего задают? Реально. Вот горожане с огромным отрывом задают вопрос, он, собственно, задавался предыдущему оратору. Это как зарабатывать. То есть, а жить-то на что? Все понятно. Голошади там все замечательно. А жить-то на что? Действительно, я вам продать отдельную лекцию на час, у меня все полчаса, поэтому... Дальше. Дальше, там была первая зима, длинные зимние вечера так и не наступили, шутили после окончания. На вторую зиму опять шутили, что они опять не наступили, а потом так поняли, что они уже не наступили вообще. То есть, это вот длинные зимние вечера в поселении не наступают. Это шокирующая правда. Так. Так вот, я говорю про встречи поселения. У нас в 10-м году мы собирали 30 наиболее крупных поселений, на тот момент, в России и СНГ. Там мы 60. И, собственно, когда мы среди представителей перед организацией проводили голосование, каким темам, сколько времени на обсуждение отдавать, с огромным отрывом там на первом месте победила тема «Как сохранить хорошие взаимоотношения между людьми». То есть, соответственно, в чем, собственно, основная проблема? Основная проблема в том, что когда люди идут жить на землю, они выбирают и там, словно, покупают землю. А на самом деле они покупают соседей. И то, насколько соседи будут влиять на их жизнь, подавляющее большинство недооценивает. Вообще, в принципе. То есть, понятно почему. Люди живут в городе. У человека есть соседи. У человека есть сосед по лестничной площадке. У него есть сосед как бы сверху, есть сосед снизу. Есть сосед сверху там. Ребёнок маленький бегает там, да? Да, он ощущает это регулярно. Но... И он даже может как-то взаимодействует там. Копрыть, чтобы они купили там. Вы понимаете, да? То есть, но степень взаимодействия между соседями в городе и степень взаимодействия между соседями в деревне, они на принципиально разном уровне. И это то знание, которое невозможно объяснить. Я пытался. Люди пытались. До тех пор пока не переселяется, а потом не понимает. Где большее разница? Ну, я просто на всякий случай постоянно говорю, чтобы вы где-то на это внимание обращали. Это очень важно. Ну и, собственно, я говорю еще раз. В этом смысле тема взаимодействия, она всегда недооценивается. А степень адекватности и осознанности людей всегда переоценивается. Всегда. Не, ну мы же здесь собрались для того, чтобы, понимаете, расти, духовно развиваться, там, мысль ускорять, там, просыпаться вообще. Ну, понимаете, да? То есть, и именно это та причина, по которой это недооценивается. Ну и, короче, способы избежать проблем есть, но к ним мало кто готов. Это тоже маленький анонс. Из того, чем занимался, как это проявляется, в том числе. Значит, видел, что я убил статистику по всем поселениям плотную несколько лет. Значит, какие забавные факты были во время сбора. Во-первых, и к этому тоже надо быть готовым вам. Практически даже в ситуации, когда предупреждаешь, даже в ситуации, когда предупреждаешь, что будешь проверять информацию, люди сообщают информацию про поселение неверно. То есть, в моем случае это было примерно 25-30% случаев. Люди сообщают неверно информацию о том, сколько людей живет постоянно, там, ну и прочее, там, чисто статистические вещи. При этом, а если это просто гости, которые просто приезжают, то я думаю, что процент не измерял, да, потому что здесь мне сложно было измерить, но я абсолютно уверен, что он гораздо выше. То есть, это приводит, в принципе, это приводит к тому, что люди там разочаровываются, когда люди там смотрят в интернате великолепное описание какого-нибудь поселения, приезжают на место и, вроде как, там, допустим, много людей живущих постоянно приезжает, там нужно, чтобы на месте живет постоянно, там, две семьи. В общем, обычно идет очень сильное разочарование. В общем, короче, имейте это в виду, это вот такой факт, имеет место быть, к этому надо быть готовым. То есть, когда людей агитируют, рисуется более привлекательная картина, чем то, что есть на самом деле. Имейте это в виду. Но, собственно, за время ведения списка несколько поселений перестали, как бы, перестали быть жилыми. То есть, собственно, даже в тот момент, сейчас, собственно, на самом деле эта тенденция тоже есть. То есть, есть как достаточно большой поток людей, которые стремятся, в первую очередь стремятся, да, из них переезжает, если же они не такой большой процентом. Суммарно из стремящихся около одного процента переезжает всего. Тем не менее. Из большое количество стремящихся, и из них вот этот ручьёк, один процент тех, кто реально переезжает, ну, в основном 10% строится, один процент переезжает. Как-то так это всё расклад идёт. А остальные готовятся, да? Так вот, есть также, надо понимать, что есть какое-то количество людей, которые уезжают обратно из поселения в город. То есть ты, опять-таки, когда статистически это всё обрабатываешь, да, там, этот поток, он вполне себе вырисовывается, и этого потока есть причины. Совершенно конкретные. Начинается он так вот, серьёзно, примерно с 7-го года. Ну и с чем это связано? В том числе, знаете, то, что я говорил, это проблема во многом чисто психологическая, да, то есть это чистая социология, чистая психология. Значит, неревенский жутер становится своим в городе за 2-3 года. То есть если человек просто всю жизнь прожил в деревню, он переехал в город, да, он там немножко поначалу был Иванушкой дырачком, да, из-за своей наивности и прочее, но он очень быстро освоится, и, да, раз не будет дружить там и прочее. Если человек переезжает из города в деревню, по крайней мере, в существующую деревню, то он для неревенских своим станет там через 15-20 лет. Сегодня, кстати, таких деревень, к сожалению, даже столько резко прожить уже там почти не остаётся, да, это отдельная проблема. Но, тем не менее, для деревень, да, для тех, кто переселялся, это так. То есть это связано с тем, что горожане в неревенских очень сильно отличаются. То есть для деревеньских жителей норма, когда они владеют, условно, считали 200 профессий. То есть человек хотя бы на базовом уровне обладает, там, там, начинается то, что он может капот открыть, как бы и мотор починить, да, или там, бензопилу, что угодно. Дом построить, там, колодец замкопать, там, и далее, и дальше длинный, длинный список. То городские жители, они обычно, у них набор навыков крайний узок. Ну и то, с чем люди очень жёстко сталкиваются, это то, что у деревенских жителей, они, ну, на руках, типичные городские жители. Значит, и понятно, что, ещё раз, есть, конечно, проблема современной деревни. То есть, современная деревня тоже умирает, понятно, что у этого есть экономические причины. То есть, если бы экономика была лучше, в современной деревне была бы ситуация лучше. Но одна из серьёзных вещей, да, то есть, которая губит современную деревню, почему не только у нас, но и на Западе, это отсутствие механизма, в том числе, как решение конфликтов. Мне очень забавно было когда-то быть в Финляндии, там, при общении с людьми, там, в поселениях, и на фермах стало крестиво, что очень многие не общаются между собой. А почему? А потому что, вот, там, наши акции, там, поссорились, там, да, даже, там, уже поколения не общаются из-за этого. У нас это, по счастью, слабее, но только поселение, куда приехали люди с городским интеллектом, там это наблюдается, к сожалению, полный рост. Ну и раньше были прямо непосредственно механизмы для того, чтобы эти обиды рассасывать. То есть, в первую очередь, конечно, безусловно то, что, там, можно по-разному относиться к православной церкви, но то, что люди ходили, там, наисковывать хотя бы иногда, действительно приводило к тому, что вещи, которые человек, там, каким-то ситуациям не проговаривал, да, они проговаривались, и они, как бы, там, на них давалась какая-то реакция, если минимально умный был, да, поп, бальнюшка. С ответственно, это работа. Дальше были народные аналогичные обряды, которые позволяли рассасывать обиду. Это, в частности, там, сейчас абсолютно забытый, и никаких аналогов нет. А был обряд кумления на купалу. То есть, когда те, кто поссорились, допустим, даже очень сильно поссорились в течение года, они могли покумиться. И просто это обряд, обряд, фактически обряд, посвященный рассасыванию обид. Ничего подобного сейчас даже близко нет. В советское время, понятно, что был представительный колхоз, то есть, когда у тебя лицо ответственное, понимая, к чему привозят какие-то конфликты тлеющие в деревню, да, он мог вызвать на ковер, да, в конце концов, прийти и тоже там силой власти и прочее попытаться конфликт разрешить. Сейчас этот механизм, там, может, нет, он даже где-то в отдельных местах, на сих пор живых, там, есть до сих пор живые колхозы, да, отдельные. Остались какие-то хозяйства, где этот механизм заработает, но в целом, в целом, как бы, он глобально разрушен. И это очень сильно влияет на мощное разобщение людей. То есть происходит как бы разделение, разобщение. Ну и интересно, что там, если посмотрим, как на Западе это живут, почему на Западе какие-то вещи существуют. Если посмотреть там достаточно непредвзято и спокойно, то выясняется, что есть сильнейшая разница между нашим законодательством и законодательством, даже хотя бы европейским там или американским. То есть законодательством разных стран. Оно заключается в том, что там можно ввести местные налоги, да, там можно ввести местные правила. В той же Америке там на раз-два вводятся длинные перечни местных правил, да, но понятно. То, что там, не знаю, вам невозможно не знать благодаря американским фильмам и сериалам, да, о том, что как у вас должен выглядеть дом, какая у вас должна быть крыша, как он должен быть подстрижен, там это делается как бы немножко из других соображений, там это делается соображение как бы сохранения цен на недвижимость в конкретном потажном поселке, потому что, чтобы у вас цена на недвижимость была большая, у вас выглядит все вокруг должно, опять с плюсом. Но у них в том числе это позволяет создавать в том числе всевозможные комьюнити, потому что там можно с людей собирать деньги на то, в чем вообще-то все заинтересованы. Существуют действия, которые не заплатят, они заплатят через суд, просто, просто через суд. И это реально работа работает. Значит, можно ввести местные законы, да, любые законы, да, там в Америке существуют поселки, например, там поселки, где живут одни пенсионеры, где лицам там моложе определенного возраста запрещено просто даже ночевать. То есть там до такого доходит, и ядар работает. У них кто-то есть, они захотели, как бы они такое создали, да, кто-то там живет. Я же говорю про то, что существует масса как бы совершенно нормальных, там закон с нормальным правилами, да, то, что очень у нас люди только мечтают. Значит, ну и, собственно, понятно про аналоги, то же самое, то, что у нас технологии синтемизуются, а потом раздаются, это, конечно, по-африкански достаточно. Ну и, собственно, проблема в том, что из-за этого очень сильно просаживаются все инфраструктурные проекты, ну, банально, банально, вот такое проселение, да, все каждый один другого осознаннее, все очень сильно осознанные люди, там, дорога, да, то есть она до всем сделает дорогу. То есть обычно есть какая-то трасса, где-то там на каком-то расстане проходит, или есть какая-то дорога. Условно, там, если поселение, собственно, существует долго, то практически каждый, там, вынужден менять машину. И если дорогой не заниматься, то практически каждый вынужден покупать внедорожник. То есть, допустим, у человека была обычная легковушка, да, а он вынужден, просто вынужден, иначе он не выйдет в сезон, или не сезон, он вынужден покупать внедорожник. Внедорожник дороже, там, ну, на 200, на 300 тысяч, там, минимум. По самому нешелый внедорожник берем, там, не знаю, даст, да, какой-нибудь. Чем, как бы, там, иномарка. Тысяча рублей, да, то есть там, я уже научусь, что если тебе хороший внедорожник берет, то там разница уже очень серьезная. Соответственно, так, ладно, столько. Человек дороже платит за бензин, потому что там, смотри, каждый поездк ему там в Москву, либо там, ее мотается. Она им походится дороже, потому что внедорожник просто больше ест бензина, ну, физиологически, да. В-третьих, ему тоже дороже поезд обслуживания. То есть еще примерно столько, сколько он там платит за бензин, он платит за... Она же на самом деле даже сильнее. Он переплачивает за обслуживание машины. То есть, как бы, на итог, если все аккуратненько считать, там вырисовываются такие суммы, то есть, грубо говоря, человек за отсутствие дороги платит, ну, по самым скромным прикидкам, там, да, порядка, там, 50 тысяч рублей в год из своего кармана. По самым скромным, да, там, 50 до 100. Переплата. При этом, ну, многие сталкивались с тем, что собрать, там, 10 тысяч на то, чтобы, там, по минимуму с щебенкой отсыпать самые плохие места дороги, у людей вызывают феерические проблемы, просто феерические. То есть, как бы, о какой осознанности, друзья, мы говорим. Ну, то есть, там, понятно. Нет, понятно, что, там, еще где-то это легче, где-то это сложнее, но просто надо четко отдавать себе отчет. То есть, просто даже когда у людей прямая финансовая выгода, а еще, действительно, абсолютно правильно было сказано, в сельской местности с финансами у людей сложнее становится в большинстве своем. Даже когда у людей финансовая выгода маячит, как бы, прямо явственным образом это все сделать. Причем, там очень интересные вещи происходят. У нас, там, абсолютно, у нас, как-то, с этим полегче, там, по программным причинам, это все довольно подробно. Ковчег считается стольким поселением, значит, поэтому полегче. Ну, у нас, мы собирали не только себя, мы собирали еще с окрестных деревень. Так, там были очень интересные вещи, которые как выглядят. Если у человека во дворе одна машина, ну, естественно, все это собиралось летом, когда там, в дачнике, да, чтобы суть совсем. То деньги собираются легко. Если у человека две машины, то шансы, что он не даст, гораздо выше. Если у человека три машины, то практически сто процентов, что не даст. То есть, это так вот, это такое эмпирическое наблюдение, которое сделали те, кто деньги собирал. Значит, вы думаете, прикидываете, это, на самом деле, это социальный закон, как бы, да, и у него есть совершенно верно. Эгоизм? Да, совершенно верно. У этих людей по этому, в каком-то смысле, есть и есть деньги, что они их не отдают, как бы, они им так просто не делятся. Внедорожник-то свой, а дорога общественная. Нафиг я буду... Да, 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 вот че тут. Да, 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 ровно так. И докажите мне, что я не понял. Да, так там у нас было, что нас ребята отсыпают дорогу, а там проезжает женщина из деревни на дорогой машине, на плохой дороге. Вот она проезжает, объезжая на место, где чинится по грунтовке, высовывается из окна и кричит «Ничего у вас не получится!». Закрывает окно и выезжает. То есть почему такое происходит? Ей нужно как-то убедить себя, что… Ей нужно убедить себя, что она права. Она права, конечно. Она не была ей никакой права. Она уйдет, не по грунтовке она вылезет, как есть. Себя оправдывает. Себя оправдывает. Это суровая реальность, очень суровая. Аналогично с электричеством, собственно. У нас в одном смысле как человек там тоже исключение. У нас электричество фактически с самого начала было централизовано проведено. В большинстве поселения, вот сейчас очень сильно… Причина, конечно, понятно. Федеральный закон, когда за 500 рублей можно, в каких условиях, провести. Там все упростилось. Вот. Тем не менее, с электричеством то же самое. То есть люди, когда переселяются, можно думать, у меня никогда не будет электричеством. Но потом жена пожелая стирать на стиральной машинке, ну и понятно, еще много всего как-то все-таки начинает перевешивать. Люди ставят себе альтернативные и утыкаются в полный рост в проблему, как бы, аккумуляторов. Основная расходная статья при альтернативной энергетике, если у вас все это долго стоит. То есть, когда у них из-за 2 года кейлевые аккумуляторы умирают. То есть это, ну да, каждые 2 года покупать все кейлевые аккумуляторы. У нас было очень замечательно, когда там, я помню, 2 человека спорили. Ну, на встрече приставили 10 поселений. Один 200 тысяч потратил на альтернативные энергетики, другой 300. Они долго спорили, но в итоге оба сошлись, чтобы они довольны. То есть, ну и, собственно, сейчас народ приходит к проведению, там часто очень, пообщаетесь, там тоже самое. Вот там, в каком-то смысле, это действие, действие, это момент истинный, да? То есть, тот момент, когда человек расстроится со своими деньгами, или там сам лично участвует, вот в этом проявляется его уровень осознанности. Не раньше, не больше. Когда он разговаривает, красивые слова говорит, это ни о чем. Ну да, нам сейчас аналогичная вещь на строении интернета, там и так далее. Ну и, собственно, тоже, в чем нужно презво себе отдавать отчет, что без переселений идет несколько этапов развития. Это тоже, соответственно, есть там социологические, там, теории групп, там и так далее, которые эти все вещи просто, ну, раскладывают палочкой. Как это происходит, почему это происходит. То есть, есть такое понятие, хороший там, ролевой этап. Два. Когда... Пчеловоды есть в аудитории? Так, ну, туда я вам их... Один. Два. Два. Трое. Ну, тоже, тоже хорошо. Ну, типа здорово. Короче, когда пчелы роятся, то есть, да, естественно, размножение пчели на синий, а пчела перелетает на одно место, заселяется. Так вот, эта пчелиная семья оттягивает там рамочки с такой силой примерно в 3-5 раз быстрее, чем просто обычная семья, которая расширяется. То есть, пчелы, ну, они в какую-то книгу, где-то в природе, вот так их не заставишь рамочки оттянуть, или просто там хорошо, пусть не рамочки, пусть там, это рооры заселяются в колоду, пусть там это языки, вот так просто заселив пчел в колоду, семью просто, их не заставишь языки оттянуть. А когда они отроились и рой, он очень быстро это делает. Так вот, в этом смысле человек, переселяющийся в поселение, ничем от чего не отличается. Где-то примерно 3 года длится роевой этап, ну, кого-то меньше, где-то так. Когда человек вообще как электровенник, он там шуршит и за это время выстраивает столько, что там мама дорогая, то есть там вообще, ну, собственно, дом там, все прочее, всю инфраструктуру. Потом этот этап заканчивается, и вот наступает, как бы, значит, и этот характеризуется большим процентом линии на субботниках, с высоким уровнем взаимовручки, проходят жесткие решения против тех, кто против всех. Понятно, да? То есть в какой-то момент в любом социуме проходятся те, кто против всех. Вот, но они в этой работе действия еще пока. Значит, очень хорошо проходят праздники. А через какое-то время, да, переходят события, каждый из себя один бог за всех. То есть это в очень многих поселениях разрушается вообще собрание, их нет. Каждый деградирует самостоятельно. Там очень такая, у меня нет статистики, и очень потому, что ее мега сложно собирать. Условно, сколько судов было там в поселении. Такая интересная статистика, безусловно интересная. Исследована, в первую очередь, для крупных поселений, очевидно. То есть там где, начиная хотя бы от 20 семей. Но я вам скажу, что там, начиная с такого момента, реально народ начинает судиться. То есть люди не могут решить свои вопросы, начинают решать их через суд. Что в наших условиях это, ну, в общем, печать будут ли? А, например, какие-то задевают собаку? Погуглите. Давайте. Погуглите? Да, там все на свете. Ну, там же душераздирающие вещи встречаются. Там встречаются очень часто... Удрая и яйца, да? Хорошо, да. Сам простой вариант, это когда земля выделяется. Просто землю разграфили там участки и выделили ее. При этом, я не знаю своих соображений, но земля на дороге, например, не выделяется. То есть, ну, дорог не было. А дальше... Как-то людям надо ездить, да? То есть, где-то дороги естественным образом накатываются. А дальше те, кто... Получается, что они накатываются по чьей-то земле. Понимаете? То есть, человек не может проехать там сам участок, и они проехать не по чьей земле. Соответственно, дальше те, кто не хотят, чтобы по их земле ездили, они берут и ставят забор с бетонными столбами. Ну, там, ну, чтобы это самое, они, например, столбух натягают ключ в пробуху. Причем, вот один поставил такой забор, а потом другой строил другой человек поставил такой забор. Эта дорога вот на месте поворачивает. Это резкий поворот. Поделок там по 90 градусов на конец участка. Вот. И этот... И они вставляют на проезд машины. Они вставляют там натурально, там, вот, три метра, да? То есть три метра, там, если вы знаете, мы вышли на машине, на космос. На самом деле, надо же вот этот поворот. Легковая машина, она... Они нужно как-то...